Словно в импровизированной лаборатории начинающего фотолюбителя, на веревках сушится множество снимков. Десятки севастопольских фотографов и профессионалов, и новичков принесли свои работы на вторую летнюю фотосушку. Ограничений по тематике или стилю нет. Поэтому такая необычная выставка пестрит разнообразием. Портреты и пейзажи, случайные и постановочные кадры, акценты на эмоциях и деталях. Решили свои работы показать и посмотреть здесь. Очень нравится работа, очень интересная, им нравится, что очень разнопланово. То есть здесь есть как вот и природа, и какие-то такие бытовые, ну, допустим, вот, картины, фотографии, я реально как картина, и очень нравится. И я думаю, что, наверное, не только Севастополь, и атмосфера такая очень приятная. Мне приятно, и надеюсь, что не первый раз и не последний. Фото сделаны в разных местах города Севастополя, например, Херсонес или Голландия. Я учусь в Севастопольском государственном университете, и там очень много красивых мест, которые вдохновляют на создание красивых фотографий. Фотография — это, наверное, застывший кусочек счастья. Мы видим какой-то красивый ракурс, какую-то красивую тему или деталь, и мы хотим ее подсказать остальным. И, наверное, поэтому мы делаем фотографии. И их делаю я. На балконе выставочного центра Российской галереи искусств «Царская пристань» собралось сообщество людей, влюбленных в фотографию. Они обмениваются похвалой и критикой, идеями последующих съемок и неудачным опытом. Своё творчество представляют мэтры севастопольской фотожурналистики, а также мечтатели, делающие свои первые шаги в фотоискусстве. Особенность такой выставки в том, что участники до последнего не догадываются, какой автор стоит за каждым снимком. До того самого момента, пока не начнется голосование, не пройдет голосование, или человек сам не признается, что это его личные фотографии, мы не знаем, чьи это кадры, по сути своей. Принес эти фотографии мэтр или это фотографии начинающего фотографа. В этом, на самом деле, самая интересная история, именно в сушках самих. То есть каждый может показать своё творчество, даже если он очень сильно боится, стесняется, начинает только фотографировать. Подобные сушки повышают культуру фотографий среди севастопольцев. Ведь так фотохудожники понимают, что не одиноки в своих начинаниях. Берёт фотоаппарат, что-то пробует, что-то у него получается, он там смотрит руки на ютубе, или там ходит в какую-то фотошколу, но он всё равно сам по себе, когда идёт снимать, он один. А здесь это сообщество людей, схожих с ним по интересам, которые могут ему подсказать что-то, дать какие-то там намётки на какие-то интересные сюжеты ещё. Может быть, там ракурс как-то поменять в кадре, может быть, ещё что-то. То есть если человек хочет, он прислушивается, и его кадры, естественно, будут улучшаться, будут лучше. 12 июля фотографы отмечали свой профессиональный праздник. На фотосушке труд некоторых из них отметили благодарственными письмами правительства Севастополя. Также прошло традиционное голосование за самые лучшие снимки. Участники и посетители выставки выбирают по одной понравившейся фотографии. В финале на самые яркие и неординарные кадры цепляют скрепки. Побеждают три автора, за которых отдали больше всех голосов. Фотосушка становится новой традицией в Севастополе. Организаторы намерены проводить такие выставки один раз в сезон. Наталья Вороница, Маргарита Борисенко, Юрий Риутин, Севинформбюро. Севастополе